Приветствую вас и, как я понимаю, мы ведем с вами сейчас разговор о такой любовной зависимости. У вас есть зависимость от человека, от его набора того, что он может вам дать, и вот что-то из того, что он вам может дать, что-то из этого. Вам показалось очень нужным, вам показалось необходимым, вам показалось важным для себя и, соответственно, поэтому вы сошлись. Смотрите, значит, вы пишете, что у женатого мужчины есть гражданская жена, гражданская супруга. Знаете, смешно. У него гражданская жена и еще с вами он какие-то романы крутит. Вот. А я хотел с ним раздаться три года назад, он меня уговорил быть с ним. Вот понимаете, то, что он вас уговорил, это и есть, пожалуй, основная беда. То, что вас можно уговорить. Знаете, вас можно уговорить. Где ваша ответственность за себя? Где границы личные? То есть, как с вами можно, как с вами нельзя? Где, в конце концов, достоинства? Ну вот, еще тогда, три года назад, до того, как я понимаю, у вас появились проблемы разного рода. С самооценкой, да, и так далее. Вот. Этого ничего нет. Далее. Если у вас, как вы говорите, есть проблемы с психикой, то, простите, психические проблемы нужно решать исключительно через врачей. То есть, психолог вам психические проблемы не вылечит. Это, ну, не в наших силах мы этим не занимаемся. Все у нас совсем другая, значит, специализация. Мы занимаемся совсем другими вещами. Мы работаем совсем по другому направлению. Вот. Это, пожалуйста, учитывайте, если их, ну, вот, выбираете себе, значит, ну, психолога, да, для того, чтобы с ним поработать. Это, пожалуйста, учитывайте, ибо это на самом деле очень и очень важно, чтобы у вас не было каких-то вот таких, знаете, ну, может быть, завышенных ожиданий от того, вот, что вы хотели бы получить от психолога, да, вот. И не получили. Дальше, значит, ага, вопрос вашей ответственности решается, ага, как бы здесь, да, и сейчас. Вот. Вот. То есть, если вы человеку позволяете уговорить себя все равно быть с ним, несмотря на то, что у него есть как бы действующая, скажем так, гражданская жена, значит, значит, вам очевидно что-то нужно. И нуждаемость это как бы в виде потребностной сферы довольно сильно. Вопрос заключается только лишь в том, что это за потребностная сфера такая же. То есть, что это за потребность? Чего вы хотите-то вообще? Что вам нужно? Для чего мужчина-то вам? Почему именно женатого-то выбрали мужчину себе в партнер? Почему вы считаете, что там недостойны, например, чего-то лучшего, чего-то большего, чего-то более, так скажем, ну, чего-то более соответствующего вам? Почему вы выбираете именно, выбрали именно женатого мужчину? Вот. Как познакомились, в чем, как познакомились, как общаетесь или общались и так далее. Все это важные моменты. И чтобы человека отпустить, нужно понять. Вот будете вы с ним вместе? Да? Будете вы с ним вместе? Вот представьте себе. Представьте, что вы с ним вместе. Как вы себя чувствуете в этот момент? Что вы чувствуете? Что изменится, как бы, в вашем восприятии себя? Что будет? Какие желания, может быть, у вас будут удовлетворены? Может быть, вы чувствуете себя как-то по-другому? Может быть, потребность у вас какая-то реализуется, которая сейчас, например, в силу ряда причин, да? В силу ряда трудностей не реализуется, не может быть реализованной. Вот об этом подумайте. И подумайте о том, как бы вы могли свою потребность реализовать сейчас, уже в данный момент времени. Вот, в принципе, это и поможет вам отпустить человека. То есть, понимание того, в чем именно конкретно вы нуждаетесь. Ведь раз вам плохо, раз вам не по себе, раз вам тяжело, значит, мы не говорим о любви, как доковой. Мы не говорим о любви, мы говорим о некой потребности, которую вы хотите удовлетворить через человека. Ну, через этого мужчину, то есть, как бы, вот. Ну, а логично, наверное, предположить, что мужчина, он ведь может удовлетворить вас, удовлетворить то, чего вы хотите. А может и не удовлетворить, не дать вам то, чего вы хотите. Логично это предположить? Ну, мне кажется, вполне. И, соответственно, вы ставите себя в зависимое положение от мужчины. Почему? А, вы не можете удовлетворить свои желания сами, не знаете как, не научитесь, не приучены. Б, у вас нет личных границ. И, В, вы подсознательно стремитесь к тому, чтобы быть, ну, жертвой, дабы от вас ничего бы не зависело. Совершенно. И вам так, в принципе, спокойнее, вам так, в принципе, хорошо. Вам так удобно. Вот. И позиция жертвы, она идет, в принципе, из детства. То есть, это подсмотренная модель поведения у родителей, скорее всего. И, соответственно, после этого положительно закрепленная модель поведения, положительно подкрепленная модель. И, после этого, использующаяся для того, чтобы достигать своих целей. Вот. Ну, естественно, естественно, у этого есть причины, и с этими причинами нужно разбираться. Так же. Вот. Вы говорите, у вас разрушена самооценка. Да. Значит, соответственно, ее нужно поднимать, постепенно поднимать. Вот. Комплексы постепенно убирать, неуверенность постепенно понижать. Работать с вами нужно, в общем. Зависимость – это не та проблема, которая решается за один ответ. Но общее направление я вам дал. Чего хотите, представляете, что вы это получили. И, значит, соответственно, думаете, как могли бы этого добиться уже сейчас, в данный момент времени. Вот. Ага. Тот, кто вам с ним плохо, тоже нужно подумать, почему плохо? Плохо из-за чего? Плохо из-за того, что не получаете вы от него того, что нужно. Да? Вау. Обидно. Наверное, тоже. Обиды есть. Почему есть обиды? Потому что, как бы, ожидания были. Ожидания были у вас к этому мужчине. А ожидания чем продиктованы? Понимаете? Знаете, какая штука? Понимаете, о чем нужно думать? Думать вам. То есть поменьше мыслей о нем в контексте своих желаний. И побольше мыслей о себе в контексте своих желаний. Ну и обязательно нет детско-родительских отношений. Это обязательно. В данном случае. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Нет, у вас остались дополнительные вопросы. Пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.